1 глава Урок номер 2 Основные параметры вашего шоу Откройте основные настройки вашего шоу У вас есть два варианта Или в командной строке выберите «Шоу» Затем у вас есть 4 открытых команды меню «Шоу» Они таковы «Шоу-сеттинг», «Шоу-бэкграунд», «Пуатермарк» и «Саундтрак» Или на панели инструментов у вас есть два значка «Шоу-опшен» и «Музик» Эти команды работают в том же окне, но в разных вкладках Открыть окно В этом окне сверху слева у вас есть три вкладки в окне «Шоу-опшен» Они таковы «Шоу-сеттинг», «Пуатермарк» и «Бэкграунд» Выберите «Шоу-сеттинг», нажав на нее один клик слева «Шоу-сеттинг» окно имеет 5 рабочих секций «Шоу-сеттинг», которое позволяет переименовывать, или, если это не было сделано, дать имя вашему шоу-проекту В меню «Аспект ratio» предназначено для установки формата вашего шоу и, для того, чтобы выбрать переходы «Set random transition» позволяет настроить случайные переходы между слайдами шоу Ниже «Шоу-тубной» позволяет определить образ значка «Шоу» Выглядит следующим образом «Шоу-сеттинг» в зоне «Превью» Если вы хотите использовать эту функцию, необходимо установить флажок вверху слева Как раз перед названием вставки, здесь вы видите эффект запуска дисплея с заштрихованной областью по краям вашего шоу Этот эффект не будет появляться при воспроизведении вашего шоу, но он представлен в программе с определенной целью, чтобы показать вам, где не нет отображения на некоторых телеэкранах И, следовательно, не является важным элементом в этой области Вы можете сами установить размер пожелания «Set zone size» Следующая секция «Ноти» является блокнотом, здесь вы можете прокомментировать ваш шоу Справа – секция «Information» Вы можете ввести общее время шоу проекта, так же как и другие сведения о нем Теперь выберите вкладку «Watermark» На этой вкладке вы можете добавить логотип к вашему шоу Он будет оставаться видимым в одном и том же месте на всех слайдах проекта, независимо от применяемого стиля или перехода в который используется В редактировании этой секции у вас есть пять окон Первое – предварительный просмотр в вашем шоу, а так же окно для обработки вашего логотипа Чуть ниже, в «Position and Size» у вас есть команда для определения позиций вашего логотипа И его размер «Zoom» Ниже у вас есть команды «Editing Tools» Вы можете задать вашим логотипам поворот в меню «Rotate» Вы также можете задать зеркальный эффект, по вертикали или по горизонтали, установить флешки «Горизонталь и вертикаль флип» У вас также есть специальная функция, которая позволяет изменить цвет вашего логотипа Мы рассмотрим это более подробно Справа вверху есть окно для просмотра вашего логотипа с командой «Найти и открыть файл», «Browse», «Удаление логотипа вашего шоу», «Remove», а так же команды «Редактирование» в программе внешнего редактора «Editor» Наконец, чуть ниже, окно настройки параметров изображения вашего логотипа Это будет целый урок Посмотрим, как это выглядит на практике Во-первых, создадим логотип, используя внешнюю программу Он должен быть на прозрачном фоне, и сохранен в формате, такие как PSD или PNG, с параметрами прозрачности Перейдем к окну «Watermark» и нажмите «Browse» Для поиска файлов откроется одно Выберите файл, нажав на него левой кнопкой мыши, затем нажмите кнопку «Open» Вы увидите оригинальный логотип в окне под названием «Customator Mark» с именем используемого файла И в окне предварительного просмотра, как он будет выглядеть в вашем шоу Если он останется, как листь, мы не увидим большую часть нашего фильма Это поправимо Во-первых, измените размер мы выбираем 30% Вы вводите это значение непосредственно в числовое значение поля или вы переместите флажок «Бегунка» к этому значению Вы также можете нажать на одну из четырех желтых точек на углах вашего изображения и, удерживая клик, перемещать курсор Это действие также будет изменять размер вашего логотипа Теперь, поместите наш логотип в углу Выберем позицию, например, в нижнем правом углу Чтобы сделать это, наведите курсор на ваш логотип, не на углу Удерживая левую кнопку мыши, переместите свой логотип в нужное место Вы можете также непосредственно ввести значение в числовом поле «Position» Помните, что центры крана соответствуют координатам По левому краю, при минус 50, а по правому краю, на 50, на первой координате Х В верхнем краю, при минус 50, а нижнем краю, на 50, на вторую координате Мы выбрали 40 для Х и 33 для Y Вы можете увидеть результат в окне предварительного просмотра Нам не нужно, в нашем случае, использовать «Поворот вращения», или «Зеркальный эффект», или «Цветовой эффект» Таким образом, мы ничего не изменяем в «Adding Tools» Мы просто немного добавим прозрачности нашему логотипу Прозрачность, она настроена по умолчанию на 50% Этот эффект можно изменить в комбинации команды «Adjustment» в разделе «Apacity» Перемещением курсора в нашем случае за 75% Или непосредственно ввести это значение в числовом поле В числовом поле с показателем прозрачности «Apacity» Вы можете контролировать конечный результат в окне предварительного просмотра А также, при необходимости, адаптировать ваш выбор с собственными настройками Мы рассмотрим вкладки «Баграунд» и «Саундтрак» в следующем уроке Спасибо за ваше внимание Продолжение следует...